Привет, это Крым Реалии. 19 марта 2014 года, в разгар российской аннексии, Украина все еще подает воду по северокрымскому каналу, она даже успевает дойти до полуострова. Однако уже в мае в Херсунской области строят дамбу из мешков, которая отрезает Крым от Днепровской воды. Что же это за операция? За чей счет? Кто хотел торговать водой с Россией, кто перекрытий доступ к ресурсу? Подкуп, кража Днепровской воды, переговоры с оккупационными властями, все это происходило 7 лет назад. Как Украина перекрывала северокрымский канал, смотрите в нашем спецпроекте и прямо сейчас подписывайтесь на наш канал. Строить надо плотину. Хорошо, где строить? Имеет диверсия и блокирование подачи воды в северокрымский канал. В случае, так сказать, подачи воды, какая стоимость будет, или гривня шла, или, так сказать, или две гривни. Или вы в Склачену финансируете эту плотину, или воды у вас тоже не будет. Идет прямая команда в запрете заключения с нами договоров. Богато аграрий... Аграрии выделили собственные деньги для строительства этой временной дамбы. Готовы платить по той цене, которую они скажут? Совещание о незамедлительном возобновлении подачи воды в Крым. Заходили сюда террористические организации. Здесь наши десантники их ловили. Что ж ты делаешь? Сейчас меня там оккупирует всю эфирсонщину. Мешки с песком, глиной и землей. Эта дамба перекрывает северокрымский канал в 13 километрах от полуострова. Ее построили вскоре после аннексии, как временное сооружение. С тех пор дамба не пропускает Днепровскую воду в Крым. Март 2014 года. Шесть дней до непризнанного Украины и миром референдума. Спикера Крымского парламента уже контролирует Кремль. Владимир Константинов не верит, что в случае аннексии полуострова Украина перекроет северокрымский канал. Северокрымский канал в воду уж никуда девать. То есть она зальет их самих. Запаса воды у нас достаточно. Это уже просчитанный вариант. У нас может быть дефицит небольшой поливной воды, если такая ситуация возникнет. Но представьте себе ситуацию. У вас это есть, вы это можете продать, но вы это не продаете. Мы готовы платить, мы платим. Платим высокие деньги, кстати говоря, за эту воду. Она же не дешевая у нас Днепровская вода. Андрей Сенченко – крымчанин. После революции достоинства заместитель главы администрации президента Украины. Говорит, это была его идея перекрыть канал. В свое время он работал в крымском правительстве. Поэтому считал, что Днепровская вода стратегически важна для Крыма. Без нее России не видать ни сельского хозяйства, ни военных баз. Я пригласил к себе Василия Сташука, который возглавлял водное агентство Украины. Я сказал, Василий Андреевич, надо найти способ. Он говорит, есть одна техническая проблема. В чем она заключается? Если мы перекроем на головном сооружении воду, то это означает, что Херсончина не получит ее, потому что есть два отводных канала. Окей, тогда какой вариант? Строить надо плотину. Хорошо, где строить? Ну, строить нужно ниже последнего канала. То есть перед границей с Крымом, но не вплотную, чтобы, так сказать, снизить угрозу захвата. Уже выяснено, кто враг, а кто друг. На тот период воды в канале еще не было. И под большим вопросом было, будет ли вода у той части Херсонской области, которая орошается из Северокрымского канала. Василий Сташук в то время возглавлял Украинское водное агентство. Именно ему подчиняется Северокрымский канал. Объясняет, что сооружение работает сезонно. Воду дают с весны до осени. Крымские хозяйства подавали на нее заявки. В 2014 году это сделали лишь Крымский Титан и Крымский Содовый Завод. Остальные сельхозпроизводители и коммунальные предприятия молчали. Зато воду просили херсонские фермеры. Первое, нет заявок. Второе, время идет, мы не знаем, сколько подавать воды. Дальше, когда, так сказать, мы начали подавать воду, набирать на первой перегородке, на насосную станцию номер один, пошел забор воды для рысовых хозяйств Крыма. Заявки нет на эту воду. Наши херсонские товарищи, которые, так сказать, ближе, говорят, Васильевич, ну когда вы нам наберете воду, температура поджимает. Шлюзы Северокрымского канала открыли 19 марта, уже после незаконного референдума. Вода, которую заказали херсонские фермеры, пошла на Крым. Такова особенность рельефа, объясняет аграрий Игорь Брагенец. Юнично-Крымский, он самоплывный канал. По северокрымскому каналу вода идет самотеком, то есть сверху вниз. И невозможно подать воду для части Херсонской области, не подав воду в Крым. Чтобы вода оставалась в Херсонской области, ее должны были сдерживать перегородки на полуострове. Их три на севере, главное в городе Джанкой. Этого не произошло. Воду бесплатно набирали крымские хозяйства, говорит тогдашний глава водного агентства. Именно насосная станция держит определенный уровень для того, чтобы заполнить рисовые ящеки, так сказать, на территории Херсонской области. Если уровень не держится, а идет, так сказать, отбор воды, мы видим, так сказать, что больше и больше воды. Ну, потом пошли вот все, так сказать, фокусы, которые, так сказать, называются институционные отбор воды. В апреле 2014 года в Крыму заметили, что воды в канале стало меньше. Почти в три раза сократили объем поставок воды. Мы выяснили с руководством ВОЗа Украины отношения и узнали, что идет прямая команда в запрете заключения с нами договоров на поставку воды со стороны вот этого господина Сенчина. Крым продолжал брать воду из канала. И ее уровень в Херсонской области значительно упал. На 78-м километре канала возник риск аварии, объясняют в управлении. Там могли сломаться затворы перегораживающего сооружения. Тогда Каланчакский район остался бы без воды для полива. Это могло бы привести к возникновению аварийной ситуации на перегородке номер один. За счет того, что уровень воды резко упал, возникла дополнительная нагрузка на секторные затворы. В тот момент, пожалуй, единственно верным решением было построить временную дамбу, чтобы поддержать рабочие уровни в русле канала для обеспечения водой сельхозпроизводителей Херсонской области. Чтобы построить плотину, сдерживающую воду, нужны были деньги. Замглава администрации президента Андрей Сенченко попросил их у тогдашнего украинского премьера Арсения Яценюка. Где взять деньги на эту плотину? Я позвонил Яценюку, Арсений Петрович уже летал в облаках, ему эта проблема была неинтересна. Мы пригласили этих оградников Херсонщины сюда, в администрацию президента, и сказали, что, ребята, есть всего два варианта. Или вы в складчину финансируете эту плотину, или воды у вас тоже не будет. Ну, они, конечно, там немножко помитинговали, но в итоге, когда мы им положили смету, подготовленную водным агентством, ну, а там оно на самом деле меньше-меньшего. Ну, я насколько помню, где-то примерно за миллион гривен построили плотину. Весной 2014 года российские военные несколько раз заходили на материковую Украину. Андрей Сучок тогда возглавлял ближайшее к админгранице село. Опасался, что россияне могут ворваться туда из-за дамбы. Это решали без нас. Перегородили и нашего мнения не спросили. Вы понимаете, что неприятности могли быть с той стороны, могли взорвать эту дамбу или еще что-то. В первую очередь пострадали бы наши жители. Я об этом прежде всего и переживал. В областном центре Херсоне открыто звучали пророссийские лозунги. Вспоминает военный волонтер, который помогал организовывать местную оборону. Когда российские войска вошли в Крым, эти зеленые человечки, тогда и в Донецке, и в Луганске, и в Одессе, и в Николаеве проходили сепаратистские шабаши. Везде пытались расшатать власть. Были такие попытки и в Херсоне. Тогда было ощущение того, что агрессия Российской Федерации может в любой момент развиться дальше. И россияне могут продвинуться сюда, ближе к Днепру. Тогдашний глава области Юрий Адарченко говорит, настаивал на том, чтобы сначала укрепили местную оборону и только потом строили дамбу. В Херсонской области есть два стратегически важных для России объекта. Первый – это Северокрымский канал, позволяющий решить проблемы подачи воды в Крым и обеспечить работу сельского хозяйства. А второй объект – это сооружение распределительных сетей, находящееся в Новой Каховке. Его захват может парализовать подачу электроэнергии на весь юг Украины – в Одессу, Николаев, Запорожье. Поэтому я четко понимал, что должна быть построена оборона, если не будет воды для Крыма. Угрозу российского вторжения понимали и в администрации президента Украины. Была угроза прорыва и захвата вот этого сооружения. И ко мне несколько раз приезжал Юрий Адарченко, который тогда был губернатором Херсонской области. И мы так на повышенных тонах говорили, что ты делаешь, сейчас меня там оккупирует всю Херсонщину. Андрей Сенченко рассказывает, удалось выиграть время, заявив, что полуостров задолжал за электричество в 2013 году. Мол, его израсходовали на подъем воды в канале на территории Крыма. Подъем воды по вот этим каскадам – это была дотация из центрального бюджета. Я просто сформулировал вот такую информацию, выдал ее в средства массовой информации о том, что оккупанты вообще пытаются куда-то лезть о чем-то говорить, рассказывая о гуманитарных проблемах, так сказать. А там еще расчеты и расчеты. Это сбивало прицел. Крым так и не рассчитался за то электричество, говорит бывший глава Госводагентства. Они один раз напоминали, чтобы подавать воду в 2014 году, пожалуйста, рассчитайте с 2013 году. Но опять-таки был разброд уже в этих хозяйствах, которые имели договорные обязательства с управлением водным хозяйством в 2013 году. В 2014 году они были настолько уже распорожены, что они не могли даже собрать этих 5 или 10 миллионов гривен. Игорь Брагинец, фермер которого аграрии Херсонской области делегировали в Общественный совет Госводагентства. Он обсуждал с властями, как не оставить без воды ту часть области, что орошается из Северокрымского канала. Это была одновременная инициатива власти и фермеров. То есть искали возможность, как подать воду для аграриев Херсонской области, при этом не подав воду в Крым. Кто дал деньги на дамбу? Непосредственно управление Северокрымского канала. Основной груз лег на плечи аграриев. Финансировали это все мероприятие, эти рысовики. Поселок Мирное, ближайший к мешковой дамбе. Как ее строили, местные не видели. Говорят, весной 2014 года территорию вокруг заняли военные. Там никого не было, тогда там стояли солдаты. Помню, что стояли танки. Солдатей было много. Плотину строили по науке. Спроектировали конструкцию и выбрали наиболее приемлемое место. Почему под мостом? Почему под мостом? Было технически удобно подавать как мешки, так и бигбеги с песком. Это ускорило работы по построению временной дамбы. Мы строили как пирамиду, только такую длинную. Купили большие мешки полипропиленовые, в которых грузят минеральные удобрения. Они примерно так, полтора на полтора на полтора метра куб. Его наполняли смесью песка и глины. И потом краном, и водолазы в этом участвовали, рядами устанавливали поперек русла канала. Вплотную к админгранице подходить не стали. Строили в 13 километрах от Крыма. Поехал институт, подсказали, самое узкое место. Хорошие подъезды финансировали это все мероприятие. Рысовики, они мешки давали. За чей счет эта дамба? Мы спросили как должностных лиц, так и непосредственных участников тех событий. В управлении Северокрымского канала говорят, что сначала строили силами своих организаций. В 2014 году на строительство этой дамбы потратили 545 тысяч гривен. В возведении задействовали как управление Северокрымского канала, так и управление водного хозяйства Херсонской области. В первый год дамба была построена на средства этих организаций с помощью фермеров. И на второй год потратили 1 миллион 150 тысяч гривен. Это уже непосредственно деньги фермерских хозяйств, которые вложили в реконструкцию временной дамбы. Часовые дамбы. Инициатор строительства дамбы эту информацию опровергает. Нет, ее не переделывали. Вот она была одна, одна смета, и ее сделали эту платину. Представитель херсонских фермеров при Госводагентстве говорит, что перекрытие Северокрымского канала оплатили именно аграрии. Казна после Януковича была пустая, и денег на строительство не было. Поэтому аграрии выделили много собственных денег, предоставили собственную технику для возведения временной дамбы, работающей и сегодня. Основной груз лег на плечи аграриях. Они там и работали лично. Вот как на строительство дамбы отреагировали контролируемые Россией крымские власти. Имеет диверсия и блокирование подачи воды в Северокрымский канал. Еще раз говорю, с питьевой водой проблем не будет. Вопросы только сегодня по сельскому хозяйству. Власть эта долгая, самоназванная в Киеве, не продержится. Уверен, что следующая власть, которая в этом году, скорее всего, будет, заключит все договора с Республикой Крым. Рядом с плотиной установили стенд. Написали, что строится узел учета воды. На полуострове сообщили, что будут покупать воду у Украины. Информацию распространил первый замглавы Крымского комитета по водохозяйственному строительству. Украина готовится подать нам воду. Таково мое мнение. Александр Романенко это мнение подтверждает. На днях с рабочим визитом в Херсонскую область ездила специальная комиссия от Государственного совета. Договоренности с Украинским агентством водных ресурсов и руководством Северокрымского канала наконец-то были достигнуты. Сейчас на Украине строится специальный гидрометрический узел, с помощью которого будет вестись учет жидкости, поступающий на полуостров. Андрей Сенченко рассказывает, никакого счетчика не было. Изначально возводили глухую плотину. Действовала агентура. Тут же на следующий день во всех оккупационных СМИ появились фотографии этого панона, столбах и вот это начало стройки. И началось обсуждение, а, значит, нам хотят эти хохлы втридорого продавать воду. Ну ничего, пусть хоть камни с неба. Когда мы уже закончили строительство этой плотины, когда все уже поняли, что никакой воды не будет, что там нет никакого счетчика, уже давление на Россию было такое, что пойти на открытую военную операцию по захвату части Херсонщины, оно было очень сложно. Экс-глава водного комитета Украины вспоминает, крымчане пытались договориться с ним по телефону. Когда вот и сооружение было, потом, когда поняли, что, так сказать, и с Кубани воды не будет, и, так сказать, вроде тучи не идут на Крым. Вот кто-то был заместитель председателя, не знаю, несколько раз мне звонил, что, Васильевич, давайте будем разблокировать систему подачи воды. Ну я не против, давайте заявки, давайте, ну опять-таки заявок не было. Это было с Крыма, заместитель председателя на автономии Крыма. Слова чиновников расходятся. Начальник Джанкойского управления водного хозяйства рассказывал, что крымская делегация именно ездила на переговоры. Мы готовы платить, готовы платить и по той цене, которую они скажут, ну, как я знаю, уже шесть раз договор ездили, чтобы им не нравится этот договор, везде какие-то нам ставят преграды в том, что договор неправильный. Василий Сташук говорит, совместной заявки от крымских хозяйств пользователей воды не поступило ни в управление канала, ни водное агентство. По крайней мере, в Киев переговорщик с полуострова не приехал. Он не приехал. Вы бы подали, если бы приехал? Ну, если бы были погашены долги, если бы были заявки, если бы были люди, которые, так сказать, ну, как подать воду, если мы подаем воду, а нет персонала. А персонал уже, так сказать, настроен, так сказать, на... Мы, так сказать, будем с гор брать воду, снега будут таять и будет вода. Уже после оккупации Крыма в столицу Украины приезжал депутат Госдумы России. По Киеву представители Кремля носят торбу с 20 миллионами долларов, ну, это примерно 20 килограммов денег, такой большой рюкзак. По словам Сенченко, ему предлагали эти деньги, чтобы он разблокировал поставки воды. Это был зам председателя бюджетного комитета Госдумы по фамилии Хорт. Он говорит, надо открыть воду в Крым. Я говорю, воды не будет. Ну, как это не будет? Ну, он говорит, у нас есть аргументы. Я говорю, воды не будет. Он берет салфетку, ну, как обычно, стол накрыть для чая, кофе. Пишет 20. Ну, я не реагирую. Он добавляет соответствующее количество нулей. Я не реагирую. Он ставит значок известный доллара, ну, что это не юаня там или не что-то еще. Я не реагирую. Он говорит, ну, тогда мы найдем двери, за которыми нас поймут. Глеб Хор и теперь депутат Госдумы России, первый замглавы комитета по бюджету и налогам. Мы направили ему запрос. Поинтересовались, предлагал ли он деньги за воду для Крыма. На момент эфира депутат не ответил. После российской аннексии Крыма в Украине колебались. Подавать ли воду полуострову или прекратить ее поставки, говорит бывший глава Херсонской области, а ныне депутату был Совета. Когда произошла аннексия, не было однозначного решения подавать или не подавать воду. Я думаю, потому что представители других стран советовали, чтобы мы мягко вели себя с Крымом. Когда эту дамбу уже построили, приезжали послы иностранных государств. Они пеклись о том, чтобы каким-то образом вода поступала в Крым. Владимир Гройсман весной 2014 года был вице-премьером и министром жилищно-коммунального хозяйства. Он хотел поставлять воду на полуостров, говорит Сенченко. Это было до выборов президента Украины. Было совещание у Гройсмана, это где-то, наверное, последние числа апреля. Он был тогда вице-премьером и министром регионального развития. Есть протокольчик сохранился этого совещания. Не горят эти вещи. Где он раздавал поручения в совещание о незамедлительном возобновлении подачи воды Крым. Вот протокол того совещания о финансовом обеспечении и режиме работы Северокрымского канала. 28 марта 2014 года Госвод агентству безотлагательно обеспечить бесперебойную подачу воды по Северокрымскому каналу. В однодневный срок направить письма субъектам хозяйствования Автономной Республики Крым. С предложением заключить договоры с управлением Северокрымского канала на поставку воды и определить условия проведения расчетов за нее. Вице-премьер-министр Украины, министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Гройсман. Позднее премьер Арсений Яценюк поручил выяснить, как превратить Северокрымский канал в акционерное общество. В поручение премьер-министра Украины 8 мая 2014 года. Прошу проработать вопрос о возможности создания публичного акционерного общества, доля государства в уставном капитале которого составляет 100%. На базе имущества управления Северокрымского канала Арсений Яценюк. Как подозревают опрошенные нами херсонские фермеры, это пытались сделать для того, чтобы новая структура подавала воду аннексированному полуострову. Мы направили запросы экс-премьером Яценюку и Гройсману. До эфира нам ответила только прислужба Арсения Яценюка. Государственное агентство водных ресурсов Украины как центральный орган исполнительной власти, действия которого координировались Кабинетом министров во главе с Арсением Яценюком, ограничило поставки воды в Крым в апреле 2014 года. 13 мая 2014 года Госагентство водных ресурсов официально сообщило, что прекратило поставки воды в Крым. Указанные действия правительства являются фактами, которые свидетельствуют о реальной позиции и действиях Арсения Яценюка по этому вопросу. Любые предположения, домыслы и фантазии кого-либо о каких-либо других намерениях премьер-министра Яценюка – это личные предположения, домыслы и фантазии отдельных лиц. Построив временную плотину, в агентстве водных ресурсов стали планировать капитальную. Выяснили, что ее предусматривал советский проект Северокрымского канала. Сооружение возвели возле админграницы. Торговлю водой с Крымом не исключали. Делали моменты учета воды. Коль мы будем давать воду, соответствующая аппаратура должна стоять. Я знаю, была комиссия, которая заседала по поводу тарифа, который в случае подачи воды, какая стоимость была. Или гривня шла, или две гривни. Плотина из мешков оставила без воды не только Крым, но и 7 тысяч гектаров херсонских земель, граничащих с полуостровом. Они не орошаются с 2014 года. Эта вода нужна нам, именно нам. Наши аграрии не собирают тот урожай, который могли бы собирать. Пусть открывают и идет вода до той дамбы. Это будет очень хорошо для всех. Председатель местной общины, объединивший 7 населенных пунктов, просит воду у властей Украины. Получается, что у нас 12 километров северокрымского канала, отсюда и до той дамбы, проходят по территории нашей Мернинской объединенной общины. И сейчас вода сюда не поступает. Кроме сельхозпроизводителей, у нас есть рыбное хозяйство, нуждающееся в этой воде. А это поступление в бюджет. Жители ближайшего к дамбе поселка, с которыми мы пообщались, вообще против перекрытия канала и за поставки воды в аннексированный Крым. У них там родственники и друзья. Бог давал ту воду, и потом строился канал. И не стоило этого делать. Если мы считаем, что Крым наш, и люди там наши, не хотите бы туда давать? Не надо. Хорошо, не хотите бы давать оккупированному Крыму? Поставьте счетчики. Ихай купляют. В бюджете какая-то дырка закройется. Чувствуют ли местные жители российскую угрозу из-за перекрытого канала? Мы поинтересовались у главы общины. Были здесь и провокации. Заходили сюда террористические организации. Наши десантники их ловили. Было, да. Недавно там, в посадке, нашли оружие. Теперь все хорошо. Все спокойно. О тайнике с оружием служба безопасности Украины сообщила в феврале 2020 года. В сентябре вместе с другими украинскими силовиками сотрудники СБУ провели учения на северокрымском канале, Каховских ГЭС и судоходном шлюзе. Мы спросили у спецслужбы, откуда исходит опасность для канала. Усиливается группировка вооруженных сил Российской Федерации и ее наступательный потенциал. Регулярно проводятся масштабные военные учения вблизи государственной границы Украины, что свидетельствует о сохранении угрозы военного вторжения. Для исполнения стратегии национальной безопасности Украины координационная группа антитеррористического центра при региональном органе службы безопасности Украины провела плановые многоэтапные антитеррористические тренировки на территории шести районов Херсонской области. В 2014 году Крым полностью остался без Днепровской воды, которая обеспечивала до 85% его потребностей. Но Северокрымский канал орошает Херсонскую область благодаря дамбе из мешков с песком и глиной. В основном смысл – это подпор воды. Были выполнены задачи, получили заявки от херсонских сельхозпроизводителей. Мы их должны обеспечить. Власть перекрыла незаконно Северокрымский канал, то есть лишила всех крымчан питьевой пресной воды. Это как преступник, который пришел к тебе в дом и отобрал у тебя одну из комнат. Понятно, что давать ему еще и воду было бы неправильно. Это неправильно. Мы не позволим это сделать. Это будет капитуляция. Александр Шевченко, Ирина Домащенко для Крымреалии. Крымреалии. Продолжение следует...